Всем мое почтение, друзья! И вот 3 декабря 2022 года я вам хочу сказать честно я не смеялся так очень и очень давно но посмотрел этот отрывок который мне попался в интернете, отрывок этого видео я просто ну со смеху чуть не лопну смотрите, на российском телевидении какой-то чудило призвал называть Владимира Зеленского антихристом и забыть фамилию Зеленского и называть его тупо антихристом а церковь призвал официально дать такое звание Зеленскому и это все происходит из-за того, что в Украине начали фактически запрещать филиал РПЦ то есть Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата вот что вы думаете по поводу этого? вы только вслушайтесь Зеленского официально призывают называть антихристом я лично считаю, что мы все находимся в каком-то театре безумия в какой-то полной фантасмагории и даже я не знаю, как это назвать я лично считаю, что это уже полностью какое-то умопомешательство и если этому не положить конец мы дойдем до какого-то сверх безумия вы посмотрите, сколько людей неадекватных там в России да по сути если посмотреть честно то по всему миру происходит какое-то такое впечатление, что находится находится не на земном шаре а в палате психбольных это мое мнение а вы вот что думаете по поводу этого? напишите в комментариях вот прилаживаю видео вам посмотрите и послушайте чему может дойти фактически пропаганда и какой деградацией может быть общество в данном случае это российское общество хочу продолжить эту тему болезненную очень такую религиозную психологическую народную тему да и надо акценты ставить конкретно и не стесняться я думаю православная церковь должна провозгласить Зеленского как официальный приход антихриста официального антихриста этот человек с точки зрения православия это классический антихрист мы должны забыть фамилию Зеленский надо называть просто Зеленский это антихрист и антихрист и его действия и фактически и там значит практически и документально он оформил это Он с дьяволом заключил договор, и он притворяет жизнь, то, что он заключил. Здесь не может быть никаких, знаете, дипломатик, фамильярность и так далее. Мы должны понимать, что это идет уничтожение православия, уничтожение искоренения. Райки, я с вами не соглашусь, слишком вовлестите Зеленскому, называя его антихристом. Он такой, знаете, маленький чертеночек, но не более того. Он на службе антихриста, да, он вкладывает булыга за булыгой. Дорогой мой, это столько моря крови, столько украинской крови, столько раскол церкви, это может быть какой-нибудь чертенок, как раз это и есть антихрист. Слишком высоко цените Зеленского, в кавычках, конечно, высоко.